Здравствуйте, друзья! Вы на канале Energy Gaming TV, меня зовут Игорь, и сегодня обзор на игру FarmExpert 2017. Проще говоря, по-моему, это игра что-то наподобие фермера. Я играл в своё время, стримил фермер-симулятор 2016, к сожалению, очень мало, всё, они как до неё руки нормально могут дойти, но вот я посмотрел, что попалась мне на глаза игра FarmExpert, и я решил её глянуть. Возможно, что даже будем по ней прохождение делать. Посмотрим по вашим отзывам. Я делаю обзор, это обзор в моём понимании обзора, это не пятиминутный обзор, это обзор, краткий взгляд на игру в течение, ну, где-то получаса. Поэтому тех экспертов, которые будут писать, что это не обзор, обзор это надо бла-бла-бла-бла, ну, в общем, вы поняли, ребят, для вас специально. Идите и ищите пятиминутный обзор. У меня игровой обзор. Я смотрю вместе с вами данную игру. Я по ней ничего не знаю, ничего не видел, поэтому давайте просто... Давайте посмотрим просто свободную игру. Так, выберите страну для режима карьеры. Тихий угол. Я чуть не прочитал, тихий ужас. Небольшая деревенька в Центральной Европе. Игрок начинает сезон с большим набором машин и денежных средств на счету. Ну что ж, начинаем. Посмотрим, что за игрушка. Что в ней... Вообще, в принципе, похожа ли она на фермер-симулятор или это что-то вообще другое. Не знаю, надо будет посмотреть разработчиков. Это от ихней же компании или это все-таки совершенно другие люди. Немножко не пробил. Я, опять же, вот прям первый заход. Прям первый-первый. Вот только игру увидел, сразу что-то у меня загорелось. Я просто люблю такой подобный жанр. Я думаю, раз вы смотрите данное видео, то вы тоже. А, ну хотя нет, музыку я не буду... Сейчас, если игровой процесс, я... Если буду проходить, то, скорее всего, я буду пытаться его как-то разнообразить. То бишь, непростые. Вот всегда прям вот напрягает. Не могу просто сидеть, молчать, когда идет загрузка игры. Но при этом можно все просто, всю информацию, которая только была в голове, вылить за это время. И, блин, и все. Потом тупо сидеть. Руки у меня стоят средне-высокие, где-то низкие. Там что-то отключено. Ну, короче, что-то отключено, что-то включено, что-то высокое, что-то низкое. Сейчас уровень прогрузится. Так, давай FPS. Так, 30-очка есть. Ух ты, ё-моё. Да. Секундочку. Я поиграл немножко в свободной игре. Думал, я это все дело, естественно, позаписывал, побазарил. Но понял, что нафиг, без основ игры лучше туда не ссуваться. Да, я играл в другую игру, но я тут, во-первых, немножко все по-другому. Во-первых, туда играл тоже, опять же, довольно-таки давно. И поэтому все навыки уже проржавели напрочь. Поэтому давайте попробуем карьеру начать. Сложные погодных условия. Вот. Попробуем здесь начать обучение, естественно. Здесь получается обучение. Здесь еще, кстати, видите, как сделано. Еще и грязь можно будет вместить. Здесь еще добавлены погодные условия. И грязь, в общем, все будет. В общем, данной игры, возможности, намного больше. Собственно, поэтому она и называется 2017. Вот. Это классно, на самом деле. Мне очень нравится. Как раз вот этих всяких примочек прибылут, усложненных жизней, да, поломок. И не хватает, допустим, для меня в Евротрек-симуляторе. Да, я знаю, что там есть карта «Суровая Россия». Ну, конкретно вот. Ее надо покупать, скачать. Я ее не очень хочу. А фонды не хватает. В общем, ладно. Так. Вот, собственно, мы и появились. У нас погода наиммерзейшая. У нас куча тракторов. Войдите в трактор. Отлично. Спасибо. Вот оно. Вот оно обучение. Родное мое хорошее. Потому что фермер с меня получается без знаний, да, начальных. Я вообще никакой. Так. Выделим различные типы поверхности, которые изменяются. А, изменяют их сцепление с... Так. Заводим. Это я уже помню, как делается. Это у нас на пробел. Так. Потом здесь у нас, естественно, механочка. Передняя. На F и на V английский у нас переключение скоростей. А, тут у нас получается автомат, что ли? БКП. Это что такое? А, ну да, походу. Тут просто предыдущий, как бы я играл, ну, в свободной игре. Там был, получается, у нас механка. Мы сами переключались. Я тогда подкидывал дополнительных сложностей. Что тут заморезы заверчали? Блин, аппаратура так светится очень сильно. Яркая, я бы сказал. Так, попробуйте привезти домой прицеп с свеклой. Остальные нам оставлены на баллоте стоиместности. Ага. А раз они написали, попробуйте, значит, скорее всего, у вас не будут какие-то сложности. Прям... Тут не балл. Тут какая-то вода прям. Жесткая. Так, задняя. Тут, если что, у нас есть камера, но я... Подключить прицеп. Подключить. Сейчас подключу, блин, обновление прицепа. Так, подожди, промазали. Стоп. Так, прицепились. Отлично. Есть контакт. Переднюю. Так, и поехали. Блин, интересно. Ну, как-то же. Секундочку. Просто менять управление, вот, собственно, чтобы посмотреть со стороны, как это все дело выглядит. Я отключил игровую музыку, потому что, ну, она как бы не противная, но... Так, отцепить прицеп. Первое разрешение, чтобы получить прицепление с дорогой, оставить связь на тракторе. Массы можно купить... А, то бишь массу добавить в трактор, я понял. Так. Так вот, о чем это я? Игровую музыку я выключил у себя, потому что, ну, мне она немножко не понравилась. Она очень, очень такая... Если уже буду проходить данную игру, то буду, соответственно, вставлять, наверное, скорее всего, свою музыку. Так, здесь игрок может хранить транспортный средствол, улучшать, увеличивать вместимость. Так. Вот у нас груз есть. Ага. Так. Прицепить. Так, все, теперь у нас есть противовес. Если веса различной степени тяжести, пытайтесь использовать те, в зависимости от помощи трактора. Ну да, получается, ну да, тут еще веса разные есть, надо использовать по мере, так сказать, мощности твоей машины. Если ты возьмешь сильно тяжелый вес, то, соответственно, твой трактор будет напрягаться так, что он ничего не вытянет. Так, ладно, соответственно, мы теперь опять едем туда. Я, правда, не знаю, зачем, потому что... Вроде никаких проблем я не испытал с данным прицепом. Зачем было мне прицеплять груз, я, если честно, немножко недопонял. Можно, конечно, в принципе, его отцепить и попробовать подняться без... Давайте попробуем. Я просто в плане... У нас же обзор, соответственно, мы попробуем поэкспериментировать. Что получится из этого всего дела? Я что, встану на дубки, что ли, или забуксую? Ну-ка, посмотрим. Так, стоп. Прицепить. Так. Хорош. Большой вес. Пофигу, сейчас прорвемся. Ничего, у меня с большим весом нормально, ё-моё. Поехали, посмотрим, что будет. Смотри, трактор начинает вязнуть. Ну, не вязнуть в смысле... Походу, я здесь не поднимусь, Санни, Санни, Санни. Да, после него вот такие канавки получаются, Санни-ка, всё-таки, это... Ну, и в чём проблема, собственно, была вылезти отсюда? Абсолютно никакой проблемы я не испытал. Смысл был этот грузик мне брать? Но это было, как-то, получается, надо было показать, поэтому и сделано было для этого. Я понял. Так, давай-ка тогда мы сейчас сюда подъедем. И флофтомойка. В дождь, по-моему, будет трактор. Отличная идея, кстати. Отцепить прицеп. Ну, подожди, сначала мы его поставим по-человечке. Хотя бы вот так вот. Во! Так, подключить машину к принадлежащему трактору и пытаться подъехать через назначенный путь. Подключить аппарат. Где у него? Где у него что? А, вот она у него, морда. У этого существа. Так, стопай. Я же не в тракторе сижу, блин. Не слышу. Как там? Ух, ни хрена себе. Так, вот сейчас точно мне груз нужен будет. Посмотри по своим тракторам. Какая у них здоровая штукенция. Так, ну-ка. Огонечки работают. Задние огонечки два. Ну, L стандартная буква, L. Все, включаешь один раз передние включаются, задние, задние. Ну, второй раз включаешь, задние включаются. Освещение это. Если вдруг будешь не успевать вовремя, в ночную смену будешь выходить, то, соответственно, вот тебе, пожалуйста, будешь, как инопланетяне, ездить и все вокруг освещать. Так, давайте я, наверное, сейчас груз заберу. Чувствую меня прям так специально хотят, чтобы я тут увяз. Ну, что ж. Подожди, стой. Ой, не то. Хе, да, глупый. Сейчас я заберу вес. Буду здесь его оставлять. А то, мало ли, знаете же сами, как это все бывает для меня. Только где-нибудь что-нибудь положишь, и на своем месте сразу кто-нибудь что-нибудь стырит. Тут же всем все нужно. Стой, куда поехал? А, точно. А я, блин, все жму Q. Ох, как справа буксовочка прямо. Ух, трактор-то мощный, прям рвется в бой. Вырвется в работу, я бы сказал даже. Давай, 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 давай. Вот-вот-вот, пердаком забуксуем сейчас. Все, отлично. Поехали. Да ноль проблем тут, господи. Разместить вам тут грязь. Да, пожалуйста. Потом тут вообще никто не проедет. То, что трактор. Блин, К-700 не проползет. Блин, ну, конечно, ездить здесь намного, ребят, сложнее по вот этой всей поверхности, потому что трактор просто болтает, как, я не знаю, как, как, как кого-то болтает. В общем, как знаете, кого-то болтает, как вот, и вот трактор так же болтает. А это что, застрял, что ли? Второй способ справиться с трудной ситуацией, чтобы приобрести трактор с высшей мощностью. А, то бишь, ну, понятно, в общем. Хотите, чтобы у вас тракторы везде, трактора везде проезжали, отключить машину? Ладно, окей. Дожди. Да что ты, сука, задний давай. Это, получается, у нас трактор. А тут, получается, мощный, видать, дофига. Все поставим. А, нет, так нельзя, на самом деле. Ну-ка, где там? Ну-ка, ладно. Ходит. Так, а ты сапоги-то хоть одел? В чем-то там? А, ног у нас нет, да? Да, это, по-моему. Чего это мне надо-то? Что-то, знаете, немножко наследили, да? Менее, поставили тут. Так, ладно, подожди, надо назад сдать. Винстон-600, по-моему, на старт-то называется. Я успел прочесть. Ну, досюда, допустим, проехал. А что дашь-то мне? Начать уборку урожая. Что мне здесь, болото убирать? Было сказано заглушить трактор. Я сейчас так тут намешу. Вот так, где-то здесь. Ехал-ехал такой. Такой, ехал-ехал. Ехал-ехал. Ничего не появляется. Все, мне надо. Может, отсоединить, а? Вот это... Я тут сейчас уже таких проблем на создаю. Так, ну давай попробуем... Это у нас получается... Так, опустить переднюю... Ну, это опустить, это у нас получается груз опускать. Что-то понял. Ага. Так, начать уборку урожая. Классно. Дей. О, смотри, что-нибудь поменялось. Так. Опустить трактор. Типа вытеснишь, что ли, еще? Что это значит, опустить трактор? Так, эээ... Так... Эээ... Я не буду на него показывать. У него что-то... У него подвеска есть? Ой, блин... Так... Давай попробуем проехать здесь просто. Просто попробуем проехать, и все. Вот этот как раз трактор, он на механике. У него как раз нету автомата. Тот трактор, он на автомате. А этот на механке. Да, этому потяжелее немножко ехать заметно. Ну, плюс еще после того, что я тут намесил. Здесь картинка, по-моему, встала, да? Ну, понятно. Да нет, в принципе, проезжает спокойно. Единственное, можно было попробовать груз взять. Что-то мне что, в свободной игре, что, блин, в обучении как-то нихрена-нихрена непонятно, блин. Заставляют меня по болоту ездить. Скорее всего, мне нужно было перецепить груз, отцепить столов, подцепить к этому и кататься куда-нибудь обратно, да? Так. Иди ва, блин. Давай. Не, ну давай попробуем подцепить к этому трактору, прокатиться на нем с грузом. Точнее, с телегой. Подожди, сейчас. Сейчас организуем. Войдите в трактор. Ну да, видишь, показывает, что надо в тот трактор войти. Сейчас мы войдем. Сейчас, подожди, я этот отцеплю. Отцеписты. Я же надеюсь, груз-то ему не нужен, правильно? Бехер, блин, не заглушил. Ну ладно, это облучение, поэтому, думаю, бензин там сильно много не потратится. В смысле, что мне не придется там это все покупать за свой счет. Так, вот, подключить аппарат. Все, отлично, догнали мы. Так. Сейчас типа нам будут показывать, если они какое-то ничтожество на этом тракторе, да? Где подцепиться-то, елки-палки? А, елки-палки-палки-палки. При правильном противовесе вы можете спокойно проводить вспашку или уборку, так и не заботясь о погоде. Ага. То бишь, у меня сейчас пока неправильно, потому что у меня вес остался на том тракторе. Давай попробуем, блин, перекинуть опять же. Как знал, что надо перекинуть. Ох, блин, как это все. Это дело не просто, господа. Вот запоминаем, запоминаем все это дело. Короче, рекомендую, прежде чем все, кто будет играть в данную игру, я рекомендую вам пройти все-таки обучение самим. Вот здесь как-то забросим. А трактор опять поставим сюда пока что. Вот, здесь, кстати, надо его заглушить и закрыть. Микрофон какой-то улетел, блин, я, надеюсь, нормально будет слыхать. Я тут так улегся весь сел этим процессом, что даже микрофон забыл. Потерял немножко, что он от меня уехал. Ладно. Все, взяли груз. Так, теперь нам надо ехать назад. Нам надо ехать назад. Генеально. Но этому трактору сейчас намного тяжелее, Смоника. Давай, родной, давай, тащи. Тащи мясо. Вот сейчас почему-то мне кажется, что я нафиг застряну. Хотя я могу ошибаться. Что-то грязюк это такая. Так, поехали. Ну, сами, 13. Так, давай, может, пониже скорость прибавим, да. Вот, наверное, вот это теперь я понимаю, для чего ты, когда еще зажимаешь F, включается вот всякая пятая C, наверное, пятая B. Это, наверное, какие-то там пониженка, повышенка, хер его знает. Хотя, когда на дороге едешь, оно как-то не особо ничего меняется. Ну, смотри. Ну, в принципе, мы уверенно едем. Мы идем уверенно по этой грязи. Вмесим ее, дай боже. Блин, засранился ему. Походу, у меня, это, что-то, драйверок, когда я тебе решил газануть, что ли. Что это у меня за черные пятна? Это небольшая тема. Вероятно, это игровые моменты. Это, скорее всего, у меня. Игра решила мне пса подложить, так сказать, грязного. Для записи. Еще по делегу. Так, я не знаю, что там было написано, я забыл прочитать. Не успел, точнее. Ну, ладно, я думаю, понял, в принципе, вот там сюда надо привезти, к этому полю. Хотя, может быть, и графика такая хер его знает. У меня, в принципе, таких прикалов. Только в безе было такое. Отключить машину. Ну, отключил. Что, мне выйти? Допустим, дальше. Блин, вот формулировка задания такая интересная. Отключи машину. Скорее всего, наверное, от цепи прицепа не имели в виду, да? Так, с чего вдруг-то? Давай отцепим. Отключить лук. Да. Вот, блин, да, написано отключить машину. Ну, блин, вы серьезно, господа? Формулировки просто избранные, нахуй. Так, а где у него тут? Впереди, назад, вставу, да? Ниже, до него морда. Вообще, вот вроде, правильно, полетно. Наверное, не ровно. Так, сейчас мы... Опа, типа, прозевал. Прицепляем. Так, старайтесь работать на некоторое время с клубом. Так, понятно, в общем, поле надо обработать, так понимаю, с клубом нам. Давай это сделаем с салона. Задний ход, ускорить, опустить. Так, опустить, повернуть клуб. Ну, в общем, получается, нам, наверное, надо в поле работать, да, если что-то. Что тут? Давай начнем тогда. Немножко этому поработаем. Так, стопе. Повернуть клуб. Чмяк. А то там что, под текстуру, что ли, пролетает? Ну-ка. А, нет, все нормально. Так, окей, значит, тогда нам в эту сторону надо. Сейчас мы механизм сломаем, чтобы все было здорово. Так, дальше опустить. И поехали. И таким образом мы поле вспахиваем, да? Для меня что, надо все поле вспахать? Ой, что с погодой? Стоп, поднимаем. Здесь лучше поднимать, потому что если, допустим... О, нифига себе, я тут накопал. В общем, тут изменение ландшафта происходит еще, я так смотрю. И это... Лучше поднимать, потому что если захотите сдать назад, когда будет опущен этот препарат, то он это... В общем, возможно, будет не ехать. Я до этого играл, вот у меня такая проблема была, я бы. Потому что фермер-симулятор такой, это... Там пускаешь, ну, все нормально. Там и задом, и передом, когда опущены все эти механизмы. Всегда все нормально ездишь. А тут, как бы, ни хрена, тут такого нет. Все больше по... Добавили реализму, так сказать. Да, тут вот так, это это... Можно и провалиться, однако. Поднимаем, разворачиваемся. Ну, в общем-то, в таком вот режиме все это дело и происходит. Давайте я сейчас вот так там сделаю, сколько необходимо. Ну, в общем, тут я вспахиваю поля. Смотрю, так, третий способ появиться от мобили-трактора, чтобы добавить сюда, сказать. Так. Тут там всякая информация вылазит, блин. В общем, данная игра довольно-таки, я не знаю, интересная. Если вы играли в фермер-симулятор, то, я думаю, данный проект там тоже будет по душе. Здесь, как видите, я сначала специально ложил в одну сторону вдоль, да. Теперь я это в длину делаю. И, соответственно, здесь получатся ямки. И трактор здесь довольно-то тяжело. Поэтому здесь очень много всяких интересных нововведений в данной игре. Поэтому, ну, не знаю, опять же говорю, если вы играли в фермер-симулятор, то, я думаю, данная игра вам придется по вкусу. В плане моего прохождения, вот, то, друзья, все очень просто. Ставите лайки, пишите комментарии, как вам игра. Хотите ли вы в нее сами поиграть, либо хотите посмотреть, то, естественно, мои познания данной игры будем познавать вместе с вами в моем прохождении. У вас просто требуется комментарий и лайк. Все. Я буду понимать, что, значит, игра, ну, игра того стоит, и я буду тратить на нее время и играть в нее сам. Естественно, я буду в нее, могу играть в нее сам, и буду отсубборный от других игр время без записи. Вот. А могу, в принципе, и записывать. Я думаю, тут будет неплохо, чем будет. Будет чем нам позаниматься уже все-таки. Ну, просто записываю видео в 3 часа ночи, поэтому все. Так что мне, друзья, простительно, если что уж сильно не обращайте внимания. Уже сон говорит во мне. Вот. Но, собственно, потому что здесь очень много чего обсматривают. Конечно, понятное дело, что за один обзор это все дело не обхватишь. В целом, игра классная. Вот, если так посмотреть, то интересно, очень-очень-очень привлекает к себе внимание. И при том, что игра новая, еще, естественно, будет дорабатываться. Доводится до дуба. Также здесь есть сетевой режим. Можно с друзьями мутить кооперативчики, да, и быть, так сказать, кооперативными фермерами. Так что я, пожалуй, буду заканчивать данную серию. Но, опять же говорю, ставьте лайк, если вы хотите увидеть прохождение. Пишите комментарии. Собственно, и все. И до скорых встреч. Друзья мои, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok